Всем привет! Рад вас приветствовать на следующей ступени вашего инструкторского интенсива. Давайте подготовимся к мероприятию для начала. Займите место удобное, чтобы вас ничего не отвлекало. Попрошу сразу же телефончики в беззвучный режим перевести. Откройте ежедневники для записи. Советую записывать всю информацию по инструкторскому интенсиву в ежедневники на листочках. Это вам поможет дальше, потому что, возможно, скоро вам эти интенсивы или вживую вести, или видео записывать. Ну и в любом случае информацию, которую я сегодня даю, вы ее будете на практике применять вместе со своими людьми, на своих людях. Поэтому рекомендую все записать, чтобы это у вас осталось. В любом случае к видео вы можете вернуться в любой удобный для вас момент. Если я говорю слишком быстро, если вам что-то непонятно, просто отмотайте назад и, пожалуйста, присмотрите заново, чтобы точно удостовериться, что вы все поняли. Самое главное, постарайтесь сделать так, чтобы вас никто не отвлекал. Регламент у нас сегодня простой. Мероприятие третьей ступень инструкторского интенсива, она не совсем сложная, а точнее сложноватое, но время информации, которую вы будете получать, но небольшое. Я думаю, мы с вами спрятимся где-то минуты 45, может быть, даже быстрее. По видео вы можете смотреть уже, сколько будет продолжительность, но еще раз постарайтесь в это время, чтобы вас никто не отвлекал. По поводу вопросов, если у вас остались вопросы или останутся после просмотра, пишите своему наставнику, он ответит на вопросы, пишите мне в контакт, соответственно, отвечу. После видео, когда оно закончится, у вас будет тест на 15 минут максимум, где нужно будет ответить на вопросы по сегодняшнему мероприятию. Ну что, поехали, давайте знакомиться или, скорее всего, повторять уже информацию. Зовут меня Артем Андрей Чуткин, я являюсь управляющим партнером филиала номер 3 в городе Санкт-Петербург, работаю я с 2012 года, номер телефона мой видите, если что, звоните, это прямой номер мобильного телефона, ссылку ВКонтакте тоже оставляю. По поводу достижений и коротко о том, кем я являюсь. Товарооборот 55 тысяч рублей за 14 дней сделал в первый месяц работы за свой первый каталог, через два месяца был руководителем отдела продаж с товарооборотом от 120 тысяч рублей. Старший менеджер в свое время был самый молодой и самый быстрый за 6 месяцев. Потом мои люди, мои результаты, естественно, побили. Директором был через год, аналогично самым быстрым и самым молодым в свое время. И управляющим партнером офис открыл через 4 года. Это, если коротко, по тому, как я взбирался по карьерной лестнице. Сейчас основные задачи стоят в том, чтобы развить первое поколение до 6 директорских групп. По поводу интенсива, запишите себе инструкторский интенсив. Ступень номер 3, базовые понятия системы. Это первая такая значимая ступень с сильными понятиями, которые будут сегодня. Постараюсь рассказать максимально подробно, чтобы у нас с вами все получилось очень легко усвоить и, самое главное, применить на практике. Цель. Запишите себе сразу же цель. Будем разбираться с базовыми понятиями. Начнем с понятия цели. Что такое цель? Это конкретный, измеримый результат, который ты хочешь получить к определенному сроку. Это очень важное понятие. Я хочу, чтобы вы его для себя записали и, соответственно, ввели. Еще раз, цель – это конкретный, измеримый результат, который ты хочешь получить к определенному сроку. Логика. Для того, чтобы успеть еще раз записать, ставьте на паузу, не стесняйтесь. Я буду говорить быстро и пробегаться. Самое главное понятие здесь – это цель. С него мы как раз и начали. Вы должны понимать, что цель – это та вещь, которая, так скажем, нарисована. Невозможно попасть в мишень, которая не существует. Невозможно достичь той цели, которая не стоит или не задокументирована. Поэтому с нее мы и начинаем. Пример. Четкой и правильной цели. Допустим, финансовая независимость – 30 тысяч рублей через один месяц. Что такое финансовая независимость? Вы уже узнали на базовых тренингах. Что такое 30 тысяч рублей в месяц? Я думаю, вы понимаете, что это немного. То есть, это первые цели, которые у вас могут стоять или уже стоят. Свойства цели. Запишите себе. Это очень важный момент по причине того, что когда ты ставишь цель или прописываешь портрет кандидата, то, что мы с вами будем делать на следующих ступенях, или в целом рисуешь план на каталог, важно понимать технику смарт. Если уже знаете, что это такое отлично, если нет, я как раз сегодня сейчас вам расскажу. Пять важных пунктов, которые нужно учитывать при составлении любой цели, при составлении любых планов и в целом действий. Итак, свойства цели. Первое. Она должна быть конкретна. Конкретна максимально. То есть, не машинку красную, а конкретно, какая машина, какая модель. И желательно настолько конкретно, чтобы был прописан объем двигателя в литр, количество лошадиных сил и так далее. То есть, чем конкретнее вы прописываете цель, тем более понятные установки вы себе даете для того, чтобы у вас был формат ее достижения. Это очень важно. Поэтому, когда вы прописываете цель или ставите ее, обязательно максимально конкретно. Это не мои слова, а слова огромного количества ученых, которые доказывали и занимались непосредственно умственными процессами, включающими в себя нейронные связи и работу двух полушарий в головном мозге, левого и правого, которые отвечают за логические и творческие части. Поэтому еще раз, можете загуглить, можете потратить много времени информации на все эти пять пунктов и технику смарт в целом. Если коротко, самое главное, с чего нужно начать, это определиться с вашей целью, которая должна быть конкретно максимально. То есть, если мы рассматриваем цель на каталог, это не формат того, что у меня будет много баллов, или большой товарооборот, или много консультантов, а конкретно сформулированное. Сколько людей, еще, если есть возможность, пропишите сразу максимально конкретно, какого они возраста, возможно, по гендерным признакам тоже сможете прописать. То есть, чем конкретнее вы это сделаете, тем больше вероятность того, что вам будет достигать данную цель легче, ну и в целом понимать, что то, что вы хотите, хотя бы сформулировано правильно. Второе, это достижимо. Когда ставите цели, ставите планы, обязательно учитывайте их достижимость. Это очень важно. Понятное дело, что всех успешных людей объединяло одно, то, что они постоянно задирают планку, но именно когда мы говорим про цель, цель это та вещь, которая будет достигнута точно. Мечта это что-то более высокое, такое, сложно достижимое. А цель это то, что у вас будет 100% достигнуто, то, что вы действительно получите. Поэтому, когда составляете планы, ставите цели, обязательно учитывайте то, что все, что вы делаете, должно быть достижимо. Соответственно, очень важно посоветоваться в постановке цели или составлении планов со своим руководителем, чтобы он вам сказал, что такое хорошо, что такое плохо. Вы можете поставить себе, что в этом каталоге у вас будет товарооборот 100 тысяч бонус-баллов или там 55 миллионов рублей. Без проблем, то есть товарооборот вашей команды в этом каталоге будет 5 миллионов рублей. Но если в этом каталоге вы только сделали свои первые 55 тысяч рублей или стали помощником руководителя, инструктором, то мало вероятно того, что в следующем каталоге у вас будет товарооборот в 5 миллионов рублей. Честно. То есть это очень сложно. То же самое, если вы сейчас поставите планы себе до конца текущего года стать президентом Российской Федерации. Вряд ли. Потому что, к примеру, надо еще в ЦИК подаваться. Но это не важно. Момент в том, что достижимо, то есть она должна быть реальна. Это очень важный момент. Определена по времени. Deadline, time bound, как хотите, так и называйте. Должны быть сроки. У цели должны быть сроки. То есть, к примеру, первый пункт конкретно. Цель. Давайте возьмем на определенное количество времени. Допустим, там 3-4 месяца. Мой товарооборот 400 тысяч рублей. Не знаю, не важно. До конца мая 2099 года. Вот эта вот конкретная цель, она достижима и она определена по времени. Это просто пример. Не нужно ни в коем случае обращать внимание на то, что у вас не 2099 год на дворе. Дальше едем. Настоящее время. Следующее, оно же предпоследнее. Это настоящее время. Когда вы планируете, ставите цели и планы, они должны быть сформулированы в настоящем времени. Так для нашей головы, для нашего мозга легче понять и принять тот факт, что вы этим уже обладаете или вы к этому стремитесь. Потому что все, что в прошлом, это уже получено. Все, что в будущем, неизвестно когда будет. Настоящее время это единственный правильный формат работы, единственный правильный формат проведения и постановки целей в том числе. Поэтому настоящее время. Поэтому в данном случае, если мы ту же самую цель, которую я говорю, рассматриваем, то здесь будет выглядеть так. Мой товарооборот 400 тысяч рублей до конца 2099 года, к примеру. Или я являюсь старшим менеджером компании, рефлеем, организацией, эксперт группы и так далее. То есть должно быть очень важно, учитано то, что настоящее время. Это то, как вы прописываете, составляете свои планы. И последнее, но не последнее по значимости, они все приблизительно равны. Это позитивно. То есть все, что вы пишете, должно быть максимально позитивно. Нельзя вкладывать в цели и в планы то, что я выйду на 22%, а Петька из соседней структуры не выйдет. Или сразу же программировать себя и ставить цели то, что вот этот недалекий человек по имени Евдопий никогда не выйдет на 22%, не станет старшим менеджером. Или прописывать цель в таком формате, что я стану старшим менеджером, пройду сквозь огонь, воду, медные трубы, застрелю пару белок и так далее. Цель должна быть максимально позитивной и не учитывать негативные форматы, в том числе приставку не. То есть все, что вы ставите, должно быть еще раз позитивно, прописано в настоящем времени, определено по времени, достижимо и реально, и конкретно. Вот это вот запишите себе и в квадратик, обведите, это техника Spark называется. И логика здесь в том, что все, что бы вы не писали на листе, что касается целей, планов, норм и так далее, должно включать в себя эти пять понятий. Это очень важно. Потому что именно это правильное прописание цели. Мало кого этому учили, меня этому научили, например, здесь. Это что касается цели у нас. План. То есть мы по иерархической цепочке спускаемся вниз. Есть цель, есть план, дальше узнаете, что последнее, третье понятие у нас с вами будет. В плане. Что же такое план? Запишите себе план. Это объем работы, который гарантированно приведет к достижению цели. План это такая вещь, когда у тебя есть карта, потому как у тебя есть навигатор, грубо говоря. Когда ты вбиваешь в навигаторе то, что куда тебе нужно прийти, в ту гиси, в яндекс-навигаторе, неважно вопрос о том, что пешком ты или на машине. И тебя навигатор ведет к твоей цели. Например, к дому. У тебя прокладывается план местности, как проходить, куда ехать и так далее. Вот план это то, что гарантированно приведет к цели и доведет тебя до результата. Поэтому план это та вещь, при выполнении которой вы гарантированно получаете результат. Примеры. Допустим, вы хотите заработать 30 тысяч рублей за каталог. Чтобы заработать 30 тысяч рублей за каталог, нужно сделать продажи на 100 тысяч рублей за каталог. Это немного. Это немного. Это делается. Я видел, как люди 300 тысяч за каталог продают лично, причем за 12 дней. Что такое 100 тысяч рублей? 100 тысяч рублей это в среднем 80 клиентов. То есть, чтобы собрать заказы на 100 тысяч рублей, вам нужно 80 клиентов. Потому что в среднем заказ одного клиента, сами понимаете, больше тысячи. И это 240 каталогов раздать-собрать. То есть, если вы раздаете сейчас на вашем уровне 240 каталогов по постоянным клиентам и по новым клиентам, вы соберете заказы на 100 тысяч рублей. Соответственно, для того, чтобы в этом месяце у вас было чистыми деньгами на руках 30 тысяч рублей, вам нужно просто-напросто сделать продажи на 100 тысяч рублей. Чтобы сделать продажи на 100 тысяч рублей, нужно найти 80 клиентов. То есть, 80 человек, которые закажут. Чтобы у вас было 80 человек, которые закажут, нужно сделать товарооборот, не товарооборот, а раздать 240 каталогов. Все. Тривиально просто. Это называется линейная модель. Когда ты берешь что-то сложное и раскладываешь по полочкам на более мелкое. Это очень важный момент. Соответственно, я хочу, чтобы вы пометили для себя такое понятие, которое будет вам еще встречаться и на лидерских встречах, и на мероприятиях в целом, как KPI. KPI расшифровывается как K-Performance Indications. Переводя на русский ключевые показатели эффективности. Или, коротко и чтобы не париться, статистика. Статистика – это описание процесса числами, помогающее делать выводы. В любом бизнесе ActiveSail Group – это бизнес. Даже если вы сейчас это не поняли, а, скорее всего, вы это не поняли, это нормально. Потому что я, например, когда приходил, я не понимал. Для меня это была просто подработка и каталожки пораздавать. Немножко в большее все это выросло. Я не понимал, как нужно действовать, руководствоваться и вообще к чему все это приведет. Но, когда ты начинаешь мыслить, общаться и ставить планы в цифровом формате, вся истина становится очень простой. Соответственно, учитесь мыслить цифрами, учитесь считать и записывать, плюс делать выводы. До ActiveSail Group я математику не то что не любил, у меня было минус один по ней. В четверти, в полугодии, как это называется, я уже не помню, в семестре. И вывод был следующий, что мне не особо устраивало и нравилось вот это понятие логарифмов и всего остального, что там происходит. Но, когда я сюда пришел и речь зашла о моих деньгах, о том, что я могу получить и сколько я могу зарабатывать, соответственно, выводы на тему цифр стали немножко другие. Поэтому я вас уже призываю считать свою статистику. Например, вот просто задание вам. Напишите сегодня руководителю в личные сообщения ваши ключевые показатели эффективности. Просто возьмите, сосчитайте, сколько у вас клиентов, сколько для того, чтобы эти клиенты у вас появились постоянно, и вы раздали каталогов, посчитайте, сколько у вас средний заказ. Все очень просто. Как посчитать, сколько каталогов раздал? Записывать, сколько ты их раздал. Как посчитать, сколько у вас клиентов? Записывать, сколько человек у тебя сделали заказ. Как посчитать средний заказ? Сначала сочетайте общую сумму заказов с этих 80 клиентов и, соответственно, потом разделите сумму на количество клиентов и получите средний заказ клиента. Вот вам ваши ключевые показатели, к которым вы можете приходить и говорить, что у меня средний заказ, допустим, не 1200, а 1500 или 900. И это будет говорить о том, что нужно работать. Важны как большие цифры, которые у вас есть, так и маленькие. Потому что большие – это говорит о том, что вы делаете что-то правильно, и это нужно продолжать делать и рекомендовать это делать другим людям. А если вы делаете небольшие цифры, маленькие – это говорит о том, что есть на чем работать, есть куда расти, и это формат того, что вы можете сделать еще больше. Это очень важный момент. Статистика KPI разобрались. Пример. Три каталога раздали, один клиент. Один клиент – 250 рублей заказ. Это то, что я вам сейчас сказал. Это вы должны понимать. План действий. Что такое план действий? Тоже себе пометьте. Это внесенный в ежедневник план, который в сумме дает выполнение плана по объему работы на каталог. Перевожу. У вас есть план на каталог какой-то. Допустим, там собрать заказов на 37,5 тысяч рублей. И благодаря вот этой линейной модели, которую мы сейчас только что с вами рассмотрели, благодаря тем факторам, которые у вас есть и ключевым показателям эффективности, с суммой заказа с каталога, с розданным каталогом и так далее, вы можете сосчитать, сколько вам конкретных действий нужно сделать для того, чтобы ваш план был выполнен. Допустим, если у вас план за неделю собрать заказов на 12,500 или за каталог на 30,500 или на 50, неважно, вы точно так же по этой линейной модели пропускаете все свои цифры и на выходе получите, сколько каталогов вам нужно раздать, к примеру. Еще раз, план действий, внесенный в ежедневник, который в сумме дает выполнение плана по объему работы на каталог. Действия должны быть конкретные, действия должны быть цифровые. Это нужно записать, что действия должны быть конкретные, действия должны быть цифровые. То есть в цифрах все прописано, не то, что в этом каталоге я пробью норму по продажам, а конкретно, сколько вы пробьете, допустим, 50, сколько каталогов вы раздадите, допустим, 50, сколько средний заказ, допустим, 1000. И еще при всем этом нужно посчитать, в идеале, сколько с чего это вы заработаетесь, тогда будет вообще идеально. Это то, что у нас с вами касается плана. С целью разобрались, с планом разобрались. Еще раз, если не успеваете записывать, ставьте на паузу, записывайте, потому что, во-первых, дальше экзамен у вас, во-вторых, еще раз, это все нужно применять со своими людьми, и об этом вы уже будете на лидерских говориться. Третье, последнее понятие по важности, ну, как сказать по важности, оно такое же важно, как все остальные, просто мы еще раз по иерархической цепочке вниз спускаемся. Цель, план, норма. Что же такое норма? Запишите себе. Норма – это минимальный пороговый уровень ваших результатов в личных продажах или рекрутировании для принадлежности к определенному уровню в системе. Сложно, но запишите так. Переведу по-русски. Норма – это то, меньше чего нельзя делать. Вот и все. В каждом офисе, в каждой системе работы, в каждой компании есть норма. В любом спорте есть нормативы. И если ты к этим нормативам подходишь, значит, ты принадлежишь к одной группе. Если ты к ней не подходишь, значит, ты принадлежишь или к более низкой, или к более высокой группе. Соответственно, в ActiveSale Group есть тоже и норма, есть и план, и цель, и зона принадлежности тоже. То есть, например, для того, чтобы тебе перестать быть консультантом и стать помощником руководителя, тебе нужно сделать норму. Норму по товарообороту в 55 тысяч рублей. Для того, чтобы тебе стать руководителем отдела продаж, аналогично, тебе нужно сделать норму по товарообороту и по количеству людей в команде. Чтобы тебе стать управляющим партнером, тебе нужно сделать норму по товарообороту. Еще раз, норма – это минимальный пороговый уровень результатов в личных продажах, или рекрутировании, или чем-то еще, для принадлежности к определенному уровню системы. Еще раз перевожу на русский. Норма – это то, меньше чего делать нельзя. Иначе вы потихонечку будете скатываться вниз. Примеры. Норма – 12 500 тысяч рублей личного товарооборота в неделю нужно пробивать до конца понедельника. И суммарно за 3 недели 37 500 за каталог. Если ты этого не сделал, если ты не выполнил норму, ты становишься консультантом. Ну, во-первых, зачем в лидерском составе люди, которые не имеют клиентской базы? Во-вторых, как ты будешь обучать своих людей, если у тебя у самого с продажами проблема? Поэтому это искусственный отбор. Норма в какой-то степени равна искусственный отбор. Или даже естественный, в данном случае я бы так назвал. А вот если ты пробил норму каждый понедельник до 23 59, собирал и пробивал товарооборот в 12 500, 12 500 рублей на протяжении всех трех недель, то ты в лидерской команде. А настоящие молодцы собирают норму по продажам еще до начала действия каталога. Чтобы не было дрожайших ручек, что я не успею, чтобы не было каких-то форс-мажоров с тем, что отсутствует на складе, чтобы не было непредвиденных обстоятельств. Поэтому рекомендую вам делать все на опережение. Запишите себе работать на опережение. То есть норму пробивать не в последний день, когда это нужно, а заранее. И вообще лучше заканчивать работать с текущим каталогом, с продажами по текущему каталогу еще раз до того, как он начался. То есть работать на нулевой минус первой недели. Это что касается нормы. Я надеюсь, здесь все понятно. Еще раз, норма это то, меньше чего делать нельзя. У каждого офиса, у каждого филиала свои нормы. В офисе номер 3 нормы следующие. Тебе нужно каждую неделю до конца понедельника делать личный товароборот и пробивать его 12-500 тысяч рублей. Естественно, чтобы все на складе было присутствовало. Это по продажам. При крутировании есть тоже нормы. Это делать по 2 подписания договора в неделю. Если ты к этим нормам не подходишь, то, соответственно, с продажами ты становишься консультантом. Если 2 подписания в неделю не делаешь, то все уже прекрасно знают, идешь на командные дни. Вот если ты не идешь на командные дни, там уже веселого мало. Это норма. То есть то, меньше чего делать нельзя. Причем все нормы сделаны так, чтобы они были, во-первых, не тяжелые для вас, а во-вторых, влияли на ваше будущее и на количество денег в вашем кармане. Перевожу. Сделал норму к продажу, заработал денег. У тебя еще и клиенты есть, еще и недовольные остались. Прикрутировали. Сделал норму, появились люди в команде. Есть с кем работать. Есть возможность, как вот этот белый человечек, скакать выше по карьере. Это короткие примеры. Я уверен, вы и более классные примеры для себя сможете привознести в работу. По поводу деятельности, того, что же у нас по понятиям системы есть. Это тоже, так скажем, иерархическая цепочка и в целом рост ваших обязанностей в системе. Чем больше обязанностей, тем больше ты зарабатываешь. Потом они будут в какие-то моменты сокращаться, в какие-то моменты они будут увеличиваться. Но сам факт того, что, например, когда вы были консультантами, вам нужно было делать только одно. Это раздавать каталоги, собирать заказы. Когда вы стали помощником и руководителем, уже рекрутировать надо. Но появился другой формат работы и появилась возможность зарабатывать деньги не с личных продаж, а с объема работы ваших консультантов. Как сказал Джон Дэвисон Рокфеллев, вы прекрасно знаете эту стату, одна из самых великих, которую я знаю. Я предпочитаю получать 1% с усилий 100 человек, нежели 100% со своих собственных усилий. Едем по деятельности. Самые главные в иерархической цепочке в ActiveSale Group это управляющий партнер. За что он отвечает? Он отвечает полностью за финансы, за развитие филиала, ну и, соответственно, за работу со своими людьми, которые в этом филиале находятся. Плюс проведение мероприятий, так или иначе, какое-то. Директора. Директора занимаются воспитателем лидеров и организацией процессов работы в своей структуре. Основная задача директора это делать так, чтобы его первое поколение росло и состояло исключительно из лидеров. И желательно высокой цепочки 15, 18, 22. Есть руководители. Задача руководителей это обучение консультантов и обработка заявок. Так, консультанты, выйти в поле, созвон, вечерние планерки, там, утренние планерки и так далее. И обработка заявок, то есть рекрутирование. Руководителю не нужно искать людей. Руководитель не должен бегать по улицам и предлагать нам всем работу. Хотя так можно тоже делать. В свое время мы так и делали, когда не был настроен поток рекрутирования. Задача руководителя обрабатывать заявки, а заявки ему сыпятся сверху. Заявки организует управляющий партнер или директор. Это очень важно. Основная задача руководителя обучать консультантов и набирать этих консультантов. То есть обрабатывайте заявки, которые ему дают, для того, чтобы команда обновлялась или увеличилась. Сразу же хочу, чтобы вы поняли, это максимально просто, но сложно для восприятия. Запишите себе где-нибудь, я про это еще буду говорить, если уже не говорил. Не расстраиваться в людях. Не в клиентах, не в каких-то друзьях своих знакомых и так далее. Это все понятно. Самое главное, не расстраивайтесь в своих консультантах. Потому что для того, чтобы... Я не помню, кто сказал, но фраза тоже интересная. Вы перетелуете не одну сотню лягушек, пока найдете свою принцессу. С консультантами все то же самое. Вы переберете не одну сотню консультантов для того, чтобы найти ключевых бизнес-партнеров. Это очень важный момент. Поэтому не расстраивайтесь в том, что консультанты ушли или не начали работать. Это люди, это нормально. Эта селл-группа, это общество людей, которое отвечает за базар. Вот основная задача делать так, чтобы вы отвечали за базар. Тогда уже можно дальше будет и состальных спрашивать, так скажем. Инструктора, то есть вы, что вам нужно делать? Заниматься продажами, то есть обслуживать клиентскую базу, расширять ее, обслуживать и расширять. То есть делать норму продажам, возможно даже больше. Задача делать это заранее. Плюс обучение. Проходите текущий инструкторский интенсив, мастер-классы и вливаетесь уже в работу там со следующего каталога, который у вас начнется для того, чтобы с полным пониманием подготовиться к соревнованиям, которые здесь у вас будут проходить. С соревнованиями я понимаю здесь борьбу или получение удовольствия или игру для того, чтобы вы вышли на 22. Это основная задача, которая у вас должна стоять. Можете назвать это целью. У инструкторов больше в целом ничего не требуется. То есть ты продажи делаешь, а обучение. Все, точка. Каких-то топ-моментов здесь нет, да и быть-то не может. Потому что вы только обучаетесь. Сложности здесь априори никаких не может быть. Единственное, сразу же хочу ремарку, пометку сделать. Она такая утрированная, но интересная. 99% инструкторов почему вылетают из лидерского состава? Можете поставить на паузу и подумать, почему же они действительно вылетают из лидерского состава. Если поймете, будет замечательно. Если не поймете, ничего страшного, мы только начинаем с вами. 99% людей, консультантов, инструкторов, если вы точно вылетают из лидерского состава, из-за одного. Из-за первого пункта, который у вас написано в том, какую деятельность должны выполнять инструкторы. Из-за нормы под продажем. Из-за продаж. И если у вас все хорошо будет с продажами, поверьте мне, вы никогда не вылетите, вас никогда не понизят, не уволят, не исключат и так далее. То есть, если у вас с продажами будет все супер, вы будете исключить, на что делать только расти. Это мой опыт, это консистенция, наверное, моего опыта и всего лидерского состава, эти сайл-группы за все время, что я работаю. Если инструктор вылетает, 99% случаев из-за того, что у него проблемы с продажами. По той или иной воле случая, его выбора даже, я бы так сказал. С деятельностью разобрались. Примеры норм. Сейчас разберем примеры норм, кто чего должен делать, у кого чего получается. И самое главное, какие вещи вы будете делать непосредственно уже на этом примере. Инструктора. Что нужно сделать, чтобы стать инструктором? Товарооборот от 55 тысяч рублей за один каталог, это то, что вы уже сделали, молодцы, с этим я вас поздравляю. Какие нормы у вас есть? Личные продажи по 12 с половиной тысяч рублей в неделю. На конец понедельника на 23.59 у вас должна быть пробита норма 12 с половиной тысяч рублей. Есть у вас там заказы, нет заказов, отсутствует, присутствует, неважно. Нет нормы, до свидания. Если не пробил, переходишь обратно в консультант, потому что у тебя проблемы с продажами. Или с организацией себя на эти продажи. И второе, обучение набору команды и работе с ней. То есть прохождение обучения. Это то, что вы сейчас делаете. Самое легкое и простое. Ну и соответственно, чем сложнее, тем денег больше. Хотя потом наоборот будет. Будет все легко, денег будет больше, потому что уже пройдет через определенный этап работы и действий. Руководители. Что нужно сделать, чтобы стать руководителями? То есть товарооборот, здесь небольшая опечатка, не 55 тысяч рублей, а от 100 тысяч рублей. Так себе и запишите. Товарооборот от 100 тысяч рублей плюс 5 лично набранных консультантов. То есть если вам ваш вышестоящий руководитель дает консультантов, это не считается. Вы должны самостоятельно набрать от 5 человек в команду. И самостоятельно вместе с ними сделать товарооборот от 100 тысяч рублей за каталожный период. Это важно. Это важный момент. Какие нормы? Личные продажи там также по 12 с половиной тысяч рублей, если нет перехода в консультанты. И про продажи тоже еще добавлю. Вот чем больше у вас товарооборот команды, тем меньше вам нужно делать личные продажи. И наоборот. То есть сейчас у вас личные продажи, они большие. Чем больше будет становиться ваш товарооборот, тем меньше вы будете делать норму продажи. Например, когда вы там тренинг-менеджер, у вас товарооборот к личным продажам нужно делать 10 тысяч рублей за неделю. Профессиональный тренинг-менеджер это 7500. Старший менеджер 5000. С уровня директора можно не делать норму. То есть чем выше товарооборот, тем меньше личные продажи. Зачем так сделано? Личные продажи, ты с них деньги зарабатываешь. Если у тебя нет команды, тебе больше неоткуда деньги зарабатывать. А вот этот плавный переход, он как раз связан с тем, что вы начинаете больше зарабатывать с команды и меньше с продаж. Это важно. Это не говорит о том, что вы не имеете права много зарабатывать с продаж. Самая основная логика здесь в том, что нормы, они начинают меняться. Большой товарооборот команды, меньше личных продаж. Маленький товарооборот команды, больше личных продаж. Это что касается личного товарооборота. И рекрутирование. У руководителей есть норма по рекрутированию по 2 договора в неделю. То есть тебе нужно оформлять, грубо говоря, 2-х человек, чтобы у тебя было 2 новых человека в команде, которые оформили договор и приступают к работе. Если этого нет, если за неделю ты не смог сделать 2 подписания, то you are welcome на командные дни. Это мероприятие, которое вы уже знаете или вам еще расскажут, совместно с руководителем, когда вы занимаетесь рекрутированием. Если в командные дни не приходите, то уже финенталя комедия, как говорится. Это нормы у руководителя. Окей, директора. Во-первых, что нужно, чтобы стать директором? За 17 каталожных периодов в году на 17 каталогов нужно 8 раз подтвердить товарооборот 400 тысяч рублей. То есть подтвердить товарооборот старшего менеджера. Это важный момент. Когда эти 17 каталогов начинаются? Когда первый раз вы выходите на 22%. На товарооборот в 400 тысяч рублей становитесь старшего менеджера. Допустим, вы вышли в каталоге номер 16, к примеру, неважно какой каталог, на товарооборот 400 тысяч рублей. У вас есть ровно 17 каталогов с этого момента. То есть с 16 каталога 2090 года по 16 каталогу 2091 года. Для того, чтобы 8 раз из этих 17 сделать товарооборот 400 тысяч рублей. Если это получается, вы становитесь директором. И вот с уровня директора начинаются все коврижки. Поэтому если мы ставим цель на год, меньше директора ставить смысла нет. Потому что станете директором, получите 100 тысяч рублей премии чистыми на руки. Еще получите 2 билета на банке директоров, значок серебряный. В общем, много ништяков. Компания Reflame непосредственно. Это важный момент. Это что касается директора. Обязанности, рекрутирование. Рекрутинг. У него тоже есть рекрутирование. Потому что основная задача поддерживать новую кровь у себя в команде. И продолжать искать ключевых людей. Чем больше людей у тебя в первом поколении, тем больше ты зарабатываешь. Например, наши вышестоящие спонсоры с вами. Илья Марина Перфилевы и их вышестоящие Игорь и Ирина Капустины. У них заработки исчисляются миллионами рублей в месяц. Просто по причине того, что их работа и команда она очень большая. И расположена она даже не в одном городе, а от Калининграда до Владивостока. Так можно. Так можно и у нас. Им, правда, годиков достаточно много, как вашим родителям, скорее всего. Даже старше, наверное. Не даже, а точно старше. И логика заключается в том, что они в компании больше, чем, по-моему, уже четверть века. И деньги такие они получают за то, что постоянно занимаются рекрутированием. Или сами, или их люди. И у них постоянно растет первое поколение. То есть ты можешь отойти от дел на определенном этапе, когда тебе денег будет хватать. А можешь продолжать делать все еще, делать дальше и зарабатывать еще больше. Рекрутинг. Один договор. Должен делать один договор. Нет договора, пожалуйста, еди на командные дни. Это или... Почему ты не можешь делать два договора за неделю? Это или лень. Это первый момент. Или второй момент. Ты не умеешь. У директоров обычно, если нет по одному подписанию за неделю, это лень. То есть не организация себя на процесс. Но такое я не видел очень давно. Мероприятия. Директор ведет мероприятия. Подписание договора. Оформление его. То есть регистрация новичка. И бизнес-тренинги. Самое ключевое мероприятие в системе, как я говорю, дубликонфлютантов, это бизнес-тренинг. Где ты продаешь значимость этого бизнеса. То, что за ним стоит и к чему все это может привести. Плюс структурные мероприятия. Встречи группы, лидерские и так далее. Директор больше отвечает за обучение. Из-за обучения именно своих ребят. И офисных, и системных. Потому что есть обязанности по системе. И развития лидеров. По поводу организации. Это администрирование офиса. Какие-то мелкие задачи по филиалу, которые есть. Если, соответственно, есть филиал. Управляющий партнер. Что нужно сделать, чтобы стать управляющим партнером? Тривиально тоже. Все привязано к товарообороту. Товарооборот должен быть 750 тысяч рублей. По команде. Три каталога подряд. Если три каталога подряд товарооборот 750 тысяч рублей. По команде. То тогда, соответственно, вас признают. Вы становитесь управляющим партнером. Организация. Что должен делать, чем заниматься? Перекрытие просадок по расходам. Это более взрослые вещи. Но я все равно вам их рассказываю. Иногда бывает такое, что офис не на взлете, а в падении. При обстоятельствах, например, пандемии или еще чего-то. Такое бывает. Но это очень редко. Но я хочу, чтобы вы об этом знали. И это ложится на управляющих партнера. Плюс управление филиалом. То есть, наша задача в плане организации – это управление филиалом. По поводу упадков. Я за все, наверное, 8 лет больше работы. Я не могу вспомнить, наверное, критические моменты, когда офис был в упадке. Это важно. То есть, это больше для того, чтобы вы понимали, что здесь действительно ваш бизнес. И вы отвечаете как за свои доходы, так и за расходы. Ну и главный момент – это управляющий партнер должен генерировать заявки. То есть, делать так, чтобы у его ниже стоящих были все полностью условия для того, чтобы они могли расти, развиваться. Ну и самое главное – у них не было проблем с рекрутированием и набором команды. То есть, избыточный рекрут на офис. Делать так, чтобы проблем с набором команды у его людей не возникало. Доступ к системе. Это уже на инструкторской водной вам рассказывали. Но я еще раз повторю то, что все, что вы здесь видите, все, что происходит, мы, естественно, в это инвестируем. Это стоит денег. Например, у системы ActiveSell Group есть расходы на сайт, на хостинги, причем не сайт, а сайты. На платформы, на сервисы дополнительные с отзывами, например, или еще как-то. На администраторов, которые занимаются восстановлением после ДОС-атак или еще что-то. Офисы, если они есть, которые там включают в себя уборщицу, маркеры, листочки, интернет, свет, воду, отопление и так далее. Там амортизацию филиала, бонусы какие-то, которые есть. Все это стоит денег. Соответственно, это все делится равными частями на всех участников системы, да, или офиса в том числе. Сколько они, вы уже знаете. Пропорционально доходу 20% – это максимум, что у вас будет. Это называется инвестиция. Из этого офис может делать какие-то интересные вещи для своих участников. Например, бесконечное количество заявок, которые вы можете обработать. Например, какое-то количество бонусов. Например, делать так, чтобы в офисе убиралась уборщица и так далее. Это то, что касается доступа к системе. Это почти незаметно и не влияет вообще ни на что. Ну и экзамен. Сейчас у нас с вами будет экзамен. По поводу экзамена все тривиально. Ссылку вы видите. Внизу под видео тоже будут ссылки. По ним удобно пройти. Экзамен вам дается 30 минут для того, чтобы ответить на все вопросы. Ответить на вопросу обязательно напишите своему наставнику, чтобы он проверил ваши ответы на вопросы, дал вам обратную связь и помог разобраться в ситуации, если что непонятно. А так, всем спасибо. С вами был Артем Андреевич Уткин. Вот, в принципе, и все. До новых встреч. Пока-пока. Жду на четвертой ступени. Субтитры сделал DimaTorzok